Дмитрий Фланки 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 На Интернешнале, правда, не очень часто он мог появиться для вас, но все-таки герой сейчас довольно-таки популярный. Ну, за счет того, что он жирный саппорт, именно его нужно еще и в него все нужно тратить. Опять же, Фантомка, или тот же Бистмастер, или Шидоу Демон, опять же, все в этого Огромага должно залетать. Хотя бы какой-то дизрапшн, какой-то контроль по нему точно, потому что Фантомке жить он точно не даст. Есть Игнайт, есть Фаербласт, но еще также усилит своих тиммейтов по поводу атак спида. Да, кстати, я помню, как команды-команчи играли с этим пиком или кто-то другие, вот точно не вспомню. Вот был Бистмастер, был Огромаг, был Джаггер и еще один какой-то герой на бустах спида. Ну, было все очень классно, атак спид у этого героя был просто зашкаливающий. Овер, 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 конечно, 900. Если посчитать, что Огромаг добавляет 60, плюс тут 45. И что-то было еще. Кто же, кто же, кто же был? Ну, ладно, надеюсь, вспомним, потом уже объясню и расскажу. Ну, и вот, в бан правляется команда-команчи здесь еще Акс с пятым баном, ну и команда-каскейт. Минута 20, у них резерв тайм остается. Думают, что здесь еще у команды-команчи может пригодиться. Ну, кун, конечно, у демона два саппорта. Фантомка фармящий, Бистмастер, Хардленер, ну и, конечно же, мидеры. Команды-команчи еще нужен. Но, против кого он будет стоять? Против Мирана или против Джиггернаута? Это у команды-каскейт еще козырь в рукаве, так сказать, сидят. И их еще по этому поводу очень много, да. Я-то, кстати, посмотрел на сетку данного турнира. Тут вообще все интересно. Тут просто ребята имеют по три техвина и выходят сразу в одну четвертую. А мы с командой-каскейт встречаемся в одной восьмой. Ну, шок, шок-контент, шок-контент, конечно, тут ничего не скажешь. Луна отправляется в банк. Команды-каскейт. Ну, опять же, куча иллюзий от нее. Опять же, пуш и так далее. Правда, Фантомка отправит мид против Джиггернаута. Тогда команды-команчи или того же Кун-Ку. Ну, даже не знаю, как это можно себе представить. Ну, хотя Джиггернаут, Фантомка будут стоять на миде, как бы, ну, будут размениваться тычками в итоге. Но Фантомка может уйти от него буквально сделать блинк. Фантом-страйк, точнее, на своего крипа. Хотя Джиггернаут с его раскруткой, в основном, дэмэджа Джиггернаут не сделать. Да, он может продамажить крипов, но вот по Фантомке будет очень трудно, конечно же, весь этот дэмэдж нанести. Так что выбор за ними еще стоит. 30 секунд у них остается еще резерв тайма до выбора пятого решающего героя команды Каскейт. И что же это будет? Неужто Мирану все-таки отправят на саппорт? Нет, появляется Киперов Зелайт. А, по-русски котел. Ну и вот он еще один саппорт, который будет заливать ману Овермагу. Опять же, Джиггернаут или Мираник, который будет стоять вместе с ним на линии. Ну и тот же Овермаг, даже с маной от этого Киперов Зелайта, может накидывать очень много урона. Игнает постоянно это замедление. 15 секунд кулдаун. Да, там 17. Ну как бы вот, пожалуйста. Маны залил, дал Игнает. Маны залил, дайв, дал Фаред Бласт. В итоге, бестмастеру на изи линии находиться вообще не стоит. Ему очень тяжело там будет стоять. Он ничего себе не выформит. Это бесполезное решение, мне кажется, у команды Каманчи. Опять же, ЛТВ отправится на этом бестмастере либо в лес. Или, опять же, Никс будет играть на этом герое. Ну, Ростановка линии увидим. Посмотрим, что да как. Так. Что там, кстати, пишут? Нет, ладно. Ну и команды Каманчи. Ласт пик. Фантомка, Кункаш и Ду Диамон Бестмастер уже в пиках. Ну, и Кипер Узелайт. Герой неприятный, но появляется Тераблейд. Да ладно, герою этого я давно уже не видел в пике. Тем более, у команды Каманчи постоянно его в баннили. Отправляли в бан, не хотели его видеть. И Фантомка все-таки у нас в мид отправится. Ну, а Тераблейд будет у нас фармить. Я представляю себе и все именно так. Кстати, что тут у нас еще? Как-то выбор... Ну, ладно, не суть. Ну и разбирают на своих героев. Ребята, не за обеих команд. Каскейды, команда Каманчи. Ну и ждем пока всех у нас персонажей разберут. Можно писать в чат пока что, кто считает пик. Из какой команды сильнее. Команда Каскейтли, команда Каманчи. Можете все это отписывать. Ну, по крайней мере, по жиру. Мне кажется, что это все-таки команда Каскейт. Ландруид, Огрмак, Джаггер, Миран. Опять же, своим эскейпом. Ну, хотя у команды Каманчи тоже имеется Кунка. Бисмассер и Фантом Ассасин. Ну, знаете, не самый, конечно, сильный герой. Именно в начале игры, не самый такой героичный. Но это не суть. Так, кстати, у нас тут фантомки Аркана. Ну, ладно, давайте пройдемся, кто на ком у нас будет играть. Команда Каскейт, Бобруха, играет на Миране. Эвануэ играет на Ландруиде. У команды Каскейт, Кия. Или просто Ка. Джаггернаут, Максуша, играет на Кибероза Лайтем. Ну и Улхэра играет у нас здесь на Огрмаге. Команда Каманча же здесь. На фантомке у нас играет Никс, Миша. Играет у нас на Саппорте. Сейчас сразу заберет его ИЛТВ. У нас играет на Бейсмастере. Также у нас Кунка играет. Чуваш играет на Кунке. Ну и Чапи садится играть на Траблэйда. Кстати, Миша у нас будет играть на Шадоу Демони. Вот почему-то героя, опять же, я позабыл. Но это не так. Все вспомнилось. Все не забылось. Ну и опять же у команды. У Миши какие-то проблемы. Ну вот, знаете, было просто счастливо. И очень классно смотреть за игрой команды Каманча на буткемпе. Когда они были в Москве. Ну, если кому-то интересно, заходите в группу ВКонтакте. Там вы можете найти видосики, опять же, с буткемпа. Очень интересные. Можете зайти посмотреть, подписаться. Сделать, опять же, репост розыгрыша, который у нас проходит. 5 аркан, 5 иммортальных предметов и 5 сетов. Так что заходите, участвуйте. И, возможно, именно вам выпадет такая вот счастливая возможность стать обладателем арканы. Одно из пяти. ЦМ-ка, конечно же, Траблейд, Фантомка, Тичес и еще Шэдоу Финт. Ну, без легионки. Ну и так, мне кажется, довольно-таки круто. Лины тоже нет. Ну, 5 аркан. Почему же тут не 10? Чтобы так уж сильно не переусердствовать. Так что ждем вас в группе ВКонтакте. Каманча-индейцы готовы взять вас в племя. Так что будьте на чеку. Пока мемасики смотрю. Это, конечно, что-то с чем-то. Мемасики, так мемасики. Вспоминается, да, игра команды нами против команды OG, когда мир околыграл на Сларке и его просто убить не могли. И стрелы, и не стрелы. У Сларка вообще были любые оправдания, что он только мог сделать. Так вот, имеется в виду, что Сларк в той игре был просто непобедим, если Праймил Роуар тратился не в него, или тратился в Дарпакт. Вот тогда, да. Тогда было все уже решено отчасти. Ну и пока что у нас еще у Миши как-то все с загрузкой. Проблемы. Почувствую, что заранее в Империи два слота освободились. Ну, как бы знакомые все, мне кажется. Ступай, ворвешься. Никс так, никс. Ладно. Смокруются у нас, ребята, с командой Каманча. Кунка отправляется на верхнюю линию. Опять же, на верхнюю руну. Забирать руну именно там. Он именно саппорта. В миду он справляется с Фантомкой. Вот у него есть Порманшилд. Два запыленных Танга. Есть Фаерфайром. Ну и Ранбренч. Что-то отписывают ребята. Да, вот у нас опять Джоггер встал в такой позиции. Да, то, что как-то без чата. Чат, не чат. Чат зрителей еще. Зрителей, кстати, девять. Вот так вот. Люди набираются потихоньку. Смотрят, конечно, за командой Каскейт. За их игрой. Ну, интересно же. Как-никак. На топе у нас, кажется, руну. Все-таки команда Каманча будут забирать. Так сказать, команда Каскейт отреченок. Не отказалась. Ну и отправились они на нижний. Линию и руну будут забирать именно там. О! Да, всем привет. Да, с вами сегодня Дмитрий Фланки. В чатике появились очень знакомые личности. Привет всем. Ну и вот. Смотрим за командой Каманча, команд Каскейт в одной восьмой опен квалификациях за слот про серию. Старладдер. Да, на топе у нас Ник все-таки будет забирать руну. Баунти на нижней линии. Но забирает здесь Джиггернаут. Ну и вот, пожалуйста. Все-таки Медовый Джиггернаут против Медовой Фантом Лейн. Фантом Ассасин. Фантом Лейн, я хотел сказать. Ну да, точно. Медовый. Мед. 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 Ладно. Каскейт на нижнюю линию. Здесь фармить Лондруида. Вместе с Котлом. На топе у нас Мирана, так сказать, фарм линии. Ну и Дабл Мид. В исполнении Каскейт мы тоже здесь замечаем. Будет ли команда Каманча? Выходите именно помогать. Здесь сейчас Фантом Ассасин как-то стоять на линии. Опять же, против Огромага и Джиггернаута стоять не очень приятно. Хоть это и два милишных героя, но постоянно вот эти вот Игнайт и еще там Блэйд Фьюрика и возможно у Джиггернаута и отсутствие крипов в команды Каманча именно со стороны Дар. То у Фантомки будут большие проблемы. На топ отправляется у нас сейчас Миша Мирану. Кстати, видят у Мирана и Лип уже есть. Есть стрела. Есть также у нее тут Кларити пытается подфармить крипов что ли именно со стрелами. Ну по крипам у нее три крипа имеется. Она еще в лист тут подфармила, конечно же. Ну со стрелой забираешь большого крипа и мелких фармишь с руки. То почему бы и нет. Ну у команды Каманча есть неплохой задел на то, чтобы убить эту Мирану. Нужно всего лишь дать Дизрапшн. Отличный по таймингу дать опять же Торрент и иметь второй уровень конечно же на кунке чтобы был еще Иксмарк. Ну с которым уже можно было эту Мирану точно уже после Липа никуда не отпустить. И может было ее легко забрать. Так, Угромаг пока что не собираются настилить Экспу у Джиггернаута на миде отправляется в лесок, фармит здесь крипочков, кентавров. Ну конечно братьям их не назовешь, но дубины своей бьет. Он конечно больно, правда здесь сейчас отдастся конечно крипам. Потеряет золото. Ну и потерял кстати он достаточно много что ли, около 100 золота. В общем 29 написано было хотя мне казалось что было немножко больше. Но не суть. Ладно, потерял-потерял. Так сказать лучше побить немножко крипов а там уже как-то с этим всем исполнять. Бисмастер кстати у нас на нижней линии ЛТВ. Со своим кабанчиком начинает гонять здесь еще и Максушу. Максуша кстати 150 хп с него лиминейт появился. Ну задавать опять же в крипов хотя тут они битые можно было и подфармить. Но тут ЛТВ может его легко забрать. Тем более Лундрюид пока что противостоять этому бисмастеру ничем не может. Конечно сильный у него здесь все-таки спиритбир. Уже второго уровня. Но без корней опять же ЛТВ здесь никак не подстопить. Не за так сказать замедлить. Даже орбов винову пока что у нас команды Каскейт на этом Лундрюиде нет и он не сильно так здесь страдает. Ну и вот Фантомка в миде четвертый уровень приходит на сайт Огромаг дает фарбласт пошел Игнайт ну и вот расклюточка пожалуйста от команды Каскейт прогрит правда но сейчас здесь Никс неплохо уходит но и маны уже у Огромага нет можно было кларить вставать да он сейчас это и делает погонялся дальше за Никсом Никса нет бау йо-йо-йо-й залетает фарбласт но при этом уже на нижней линии сейчас все-таки забрали котла а кстати котел нет не на нижней не на нижней не на нижней или был но Фантомка у нас здесь на лол хп уходит 184 золота у нас команда Команч зарабатывает за убийство на нижней руне так сказать этого котла справились ребята но наверху Чапи у нас пятым уровнем Траблейд уже имеет здесь второй метаморфоз прожимает его ну и начинает немножко подпушивать линию и опять же пушить Т1 вышку на топе Фантомка остается на линии никуда не уходит есть у него фласка так что можно отхилить сейчас с курьером она пришла нужно еще и боттл как-то забудить сбивается и пока что здесь сам Джаггернау там бот а именно фласка ну и Никс продолжает пока что стоять на нижней линии на нижней руне есть руна регенерации правда шеду демон прячет но сейчас Огрмаг но Огрмаг здесь уже с регеном отхилился в полную потратил конечно здесь сейчас еще кучу маны потратит но при этом здесь Мишу здесь забирают правда Кунка начинает накидывать залетает Даггерна но здесь от Фантомки и еще а также залетает Фантомстрайк и в итоге вместо руны Фантомка здесь заработала фраг что тоже для нее неплохо 1-2 сейчас становится в пользу команда Команча 2-1 точнее если быть и 292 золота команда Команча зарабатывает и 246 золота всего лишь Команкаскейт здесь получили за убийство Миши но забрали Мишу и потеряли Огрмага саппорт на саппорт размен ну более-менее равный тут уже ничего не скажешь команда Команча правда заработали немножко больше денег за счет того что Огрмаг кажется да нет по левелу вроде чуть-чуть повыше был но не особо полетел кстати здесь еще с Ястреб чекает что здесь есть Кунка 3-й левел уже имеет есть у него Торрент на единичку есть также у него Крест на двоечку но при этом здесь Крипов должен сейчас фармить вместе с Мишей тут у нас забрали большие Крипов так как у нас периодично здесь Максуши задувает с Иллюминейтом и можно оставлять вот этих мелких Крипов одного оставить и вообще забить на это все ЛТВ с пятым уровнем пока что пытается подфармить Крипов Огрмаг уже здесь Игнает накидывает по ЛТВ но ЛТВ здесь уходит но и Огрмаг вместе с Лундридом дальше не погонятся Монолик кстати у нас здесь уже у Котла имеется с третьим уровнем есть конечно и Чакра Мэджик и Монолик и Иллюминейт с которыми они могут подцепить здесь конечно и Кунку ну и конечно же Бистмастер любого героя который сможет выйти кстати на мид вытягивается у нас здесь Кунка есть также Шедоу Демон но Джаггернаут с его Блэйд Фьюри и ТП может спокойненько уйти от инициации Каманды Каманча ну у нас пока что здесь Кунка делает конечно вот такие вот Абуза Абуза конечно же через Крест через ТП так Охер пошел у него сейчас Игнайт ну и тут кажется у Чуваша может быть проблема закидывать торрент но будет ли тут дальше залетает но здесь замедление по Уграмагу но при этом Блэйд Фьюри идет и Чуваш пытается бежать отсюда еще один Фаербласт и Чуваш здесь погибает и Каманды Каскей сравнивает счет 2-2 Траблэйд при этом на топе 680 хп имеет Миран уже прожала свой ультимейс что у него имеется старшторм на тройку есть секретарировал на единичку или также на единичку пока что был взят вместе с ультимейтом такой вот интересный интересная раскачка но опять же сейвить своих тиммейтов чтобы те могли инициировать могли драться ну и если что не уходить незамеченными из-под какого-то смуганга так что выборов Мирана неплохой по Нэтворсу пока что лидирует у нас Джаггернаут 300 имеет 3000 также 100 почти имеет у нас 10 Траблэйд ну и 2-700 всего лишь пока что имеется у нас у лондруида на третьей позиции потомтный Творсу он находится ну а за ним уже идет 2 персонажа команды команды так у нас все еще Траблэйд не оставляет возможности конечно же подпушить линию у него тут иллюзия метамарафоз правда закончился уже следующий будет через 8-6 секунд с которым уже можно как-то дальше просадить вышку ну тем более вышку он уже просадил больше чем на почти на 600 хп 544 если быть точно на мид у нас выходит еще Джаггернаута Праймл Рор тут залетает ну еще и конечно на столу кетчер ну и в итоге это минус Джаггернаут на миде вот такой вот неплохой выход команды 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 за счет бестмастера реализация здесь Праймл Рора ну и бестмастер вместе со своим Иран Телленом может также с двумя замечательными командчиками управляться в лес ну и с помощью Иран Теллено фармить Мирану при этом на топе команды команды ЛТВ вместе с Кункой также забирают но опять же это Крест это Торрент это опять же Тераблэйд своими иллюзиями ну так что с Мираной тоже довольно-таки справились так уж она и сильная на данный момент игры есть у нее конечно здесь Инфиджуал Рейндроп залетает кстати он здесь сейчас Крест по Торраблэйд отправляет его на базу ну и он здесь сейчас отхилится в принципе полностью и вернется в строй да встанется правда не полную ману но ему особо много не надо стоит всего лишь 100 манами на Морфоз иллюзии 70 ну и реген маны 2 маны в секунду при том что у него имеется Инфиджуал кстати заходит ну здесь сейчас Бобруха дает Старшторм ну еще и Луминейз залетает у нас по Чапи ну и Чапи здесь пострадал конечно неплохо так пошел Торрент на связи по Максуше но этого там мало что сделает на самом-то деле так ну по итогу на топе пошел дальше драка Максуша подцепили его просто через Торрент но в итоге Максуша здесь погибнет хотя нет пошел Мунлайт Шаду неплохой пытается уйти у нас здесь сейчас да тут с ней трясется правда не точно Джиггернатор скручивается ну и кажется у Шаду Демона здесь проблемы закидывает он конечно здесь яд попал или он здесь по Киперу Зелайту попал но демеджа не хватит чтобы убить Киперу Зелайта 35 магического урона всего лишь нанесет ну 35 урона это не все что можно было убить если было бы еще один стак то там уже можно было как-то подумать что все-таки Шаду Демон справится да кстати хотелось бы наверное предположить что хотя нет предположить может быть Фейл Дискор какой-то команде команче собрать опять же яд опять же вот этот Кункевич тем более если Кунка соберет себе Фейл Дискор это будто бы армурой ой неплохо у Джиггернатора был Омни Слэш при этом Кинг Слэйр врывается дальше Омни Слэйр пойдет но по Кинг Слэйр не залетать ни одна тычка это минус Джиггернау какой же невезучий он сейчас здесь был по иллюзиям и по два урона а просто две тычки от Умни Слэша прошло по иллюзиям и всего лишь одна тычка ушла к репу и в итоге он здесь погиб ну и вот замечательно конечно же отметина вот этого вот небольшого фейла Умни Слэша когда он решил что Фантомку бить все-таки не стоит ну бывает четыре с половиной тысячи кстати выходит у нас уже в топ-нет ворс здесь команда Каскейт есть с своим лондроидом у него имеется уже Мидас есть у него также тут тапок на самом лондроиде ну и 800 монет сверху ну конечно же стандартный наверное лондроид через какой-нибудь Радианс тут это Мидас Радианс и тому подобное вот у нас тут еще Угромак рядом с ним бегает сказать опекает своего персонажа ну тут еще Джиггернау приходит на нижнюю линию ну и так как сюда еще прилетает еще один тиммейт команды Каскейт это Максуша на котле но они готовы здесь идти на Т1 вышку и команде Каманча здесь отставать не стоит Мвис у нас у Бисмастера имеется сейчас на миду здесь есть Синтри Вар так что этого ИЛТВ скорее всего заметили ну и нужно ребятам из команды Каманч справляться дальше в пуш если на топе Траблейд скорее со своими иллюзиями и Мидмарафозом все-таки справятся с Т1 вышкой на топе то на миде ребята втроем тоже должны с этой проблемой справляться Фантомка с ее дэмджем в 100 урона опять же Бисмастер еще свои пассивки которые он взял уже на троечку ну и конечно же Кунг Каактор на подсеве будет стоять если что залет корабль в ТП опять же будет торрент и в итоге команда Каскейта особо задефить свои тавера не сможет ЛТВ у нас сейчас продолжает пуш ЛТВ скорее всего вышку здесь все-таки сломает но при этом вышку ломают здесь крипы Каманда Каманча забирает здесь Фантом Ассасин сейчас Котлак который очень рано прилетел и тут еще ВХР подлетел на Угрмагем но прям сказать что что они здесь сделали что-то крутое ну ничего не сказать залетает стрела кстати у нас от Мираны фармит здесь крипов 303 и 334 золота Каманда Каманча заработали за убийство этого котла при этом сломали еще Т1 вышку на миде а вот на топе у вышки осталось всего 188 хп почему такая маленькая задержка потому что я смотрю из Дота ТВ Ярослав Ярик Ярик почему такая маленькая задержка да и из Дота ТВ в лобби заходить особо ну как бы можно но не хочется опять же я не официальный кастер СЛТВ как оказалось бы раньше было конечно но с теми моментами когда перестал кастить это перестало быть актуально пошел но кстати сейчас чек команды СЛСМ по своему лесу увидели здесь пошел здесь дагер по Джиггернауту пошел здесь также крест Аренд Мирана правда делает лип очень своевременный тут полетел еще и корабль но корабль не точно залетает на стрела по никому тут не кроме конца забрали но при этом Джиггернаут здесь погибает ТП он мог конечно сделать но у него его не было поэтому он здесь погиб 7-4 сейчас становится на 12 минуте игры команды команды зарабатывают 429 золота 680 экспирианса ну и нанесли они 985 урона корабль конечно тренд был не точный но это все из-за того что Мирана очень тайминговый сделала лип если бы лип был не такой тайминговый или опять же по таймингу сыграл кунга тогда бы и Мирана здесь тоже отправилась бы в таверну так залетает но ст.1 вышку ребят с командой команды ломают а именно траблайт на чапе ну и команда вроде бы готова к скейт дефиться тут уже втроем находится опять же откидывается элиминейт там 2 уровня здесь сейчас котел Огроманг здесь рядом с ним находится также Мирана не так далеко но при этом пока команда команды собираются вместе начинают драться свитчер так сказать на смуганге опять же ванишганге от Мирана именно Light Shadow через эту способность когда команда каскейт выходит во вражеский лес то все это время он лондруид команда каскейт фармит у него имеется уже 2 800 по золоту есть мидас ну и опять же вот эти вот замечательные артефакты рынков базилик тапок ну и конечно же щиток и топорик у нас на спиридбери неотъемливая часть этого персонажа что у демон на двойку слоу кетчер он взял на единичку вместе с ультимой тоже на единичку имеет по артефактам что у нас имеется на 13 минуте игры команды каскейт обовруха имеют уже аркантапки есть у него также стандартный такой намек на то что он приобретет себе аганим появляется поинт бустер лондрыд у нас здесь тапок рынков базилик инфюджел рейндроп каскейт также у нас здесь у джиггернаут имеется фейс тапки рынков аквила есть пурманшилд максуша вега и странки у тапками и вардом вместе с тп ну и волхеар играют у нас здесь через аркантапки есть винлендс варды ну и конечно же стики тоже все хочет загреть у команды команды артефактов немножко побольше ну и по нетворс как мы видим преимущество команды команды в 2000 по золоту по экспириенсу почти в 2500 ну и вот они артефакты на топе кстати у нас справляется команда каскейт кажется пушить но команда команды туда тянуться даже не хотят и вот как раз у Миши нашу демон не имеется здесь саркейн тапки есть дасты текстер у нас бегает здесь уже с двумя митриалхаммерами это кажется будет дизолятор все таки на фантом ассасин фейсбутцы опять же лтв у нас здесь еще имеет некромиконы первоуровни и рантелл и тревела появляются у чапи и с него драгонлендс ну и кунка бегает с аркантапками такие вот неплохие все таки артефакты имеются на топе ребята с команды каскейт ломают т1 вышку тут у нас втроем это все это делали огармак кодал опять же отпушила линию ну и джаггернаут также по этой вышке все таки наносил урон но при этом силы свет сломали вышку ну так вот команда команды тут потеряли возможность сломать т1 вышку и вышку добили как раз скрипы дайер ну и на топе команды каскейт также отдали вышку радиант так сказать за все спасибо большое за то что они есть но т2 вышку выходит при этом рошан конечно команда в это время не забирает подпушили не т1 вышку на нижней линии на миде на топе но при этом потеряли сейчас уже т2 вышку на топе да все равно по таверам остается еще 3-3 так как у команды каскейт имеются все т2 тавера но у команды команды еще на миде стоит т1 вышка т2 вышка на миде ну и конечно же т2 вышка на нижней линии правда они не такие уж и целые я бы сказал но все равно факт остается фактом вышки стоят стоят значит так и есть так стилятор должен уже появляться у нас сейчас в фантомке прилетает И здесь Блайтстоун, вот он, Дизоль Тысяча хп у него имеется, но как-то Мне кажется, что этого может и не хватить Да, дэмэджа добавляет, опять же снимает армору Ну и команде командче нужен какой-то Отхил, как кажется Опять же Владимир на Кунке Или опять же на Бисмастере, что-то такое Но Бисмастер, конечно же, не соберет артефакт Пока не граиданет с имени Кроменкон до третьего уровня Только потом сможет приобрести Именно тот заветный артефакт Но пока что мы этого не видим Так, пошел у нас Торрент, Крест Опять же возвращает у нас здесь сейчас Фантом Ассасин на базу Ну и она вернется очень быстро к Рошану И Рошану здесь все-таки ребят с командой Команча заберут Но Дизолятор тоже дает небольшую пользу Как-никак с имени Кроменконами Этого Рошана очень сильно пробивают У него всего лишь два армора остаются под действием Дизолятора Ну и Рошан здесь упадет Команда Каскейт, так сказать, даже не пытаются Пойти помешать команде Команча забрать этого Рошана Фарминг занимается именно лесным фармом Веншит Крипов пока что не выходит Но Мирана уже здесь отправляется У нее есть Огр Клаб, есть Пойнт Бустер 960 золота у нее также сверху имеется Ну 40 золота и, пожалуйста, еще один Какой-то Став у Визарда, а потом Блэйд Фалакрити И в итоге вот он твой Аганим Ну где-то к 19-20 минуте, кажется, у Мирана появится Этот золот заветный артефакт Ну а у Спирит Бира уже имеется секрет релик И кажется, рецепт уже ему летит Да, рецепт уже готовый Тут у нас откидывается сейчас Огр Мак Игнайтом по крипам Фарминг крипов вместе с Максушей У Максуши, кстати, тоже Выходит он здесь в Аганим Боинт Бустер есть Ну и, опять же, дополнительная мана Для него тоже неплохо Надо все видеть С Аганимом, да Отхил у команды Каскейт будет много С Аганимом также и демоджа у команды будет много Мирана с двумя старштормами Иллюминейды постоянные Ну и даже, представьте, тяжело Как амада Камачу все это будет дефить Да, у них есть кунка, который какой-то демодж Все-таки может немножко растянуть За счет своего госшипа Мекки пока что, ребят, нет и не будет Как я понимаю, есть некромиконы И у Фантома Ассасин появляется Вангвард Защищаться Астана она не собирается Ни стрелы, ни фаербласты, ни игнайты Ей пока что не страшны, но в скором времени будут Поэтому, как-никак, после ВГ и после Абисла Которую он хочет себе собрать Стоит все-таки приобрести себе БКБ Почему БКБ? Ой, почему маленькая зад... Стоп, что там было? Как первую игру сыграли? Первую игру ребят с команды Камач играли Профи команды Джей Си Победили они эту команду за 17... О, 17... за 27 минут Да, у них там были небольшие проблемы со Штормспиритом Который был у команды Джей Си Там Инвокер у них был еще В фарме, что ли, стоял вообще на хардлинии Месте, если не забыл С кем же он там стоял-то Ну, не суть Он стоял вместе с кем-то... А, с Вич Доктором Да, он стоял с Вич Доктором на топе Ну, в итоге очень сильно Пострадал по фарму По экспириенсу и так далее Не особо много заработал И в итоге команда... Джей Си не смогли одолеть команду Каманча В одной шестнадцатой турнира Ну, вот в одной восьмой Команда Каманча встречается С заветными противниками Каскейт Я думаю, самыми сильными В этом... В этой квалификации В этой, так сказать, Открытых квалах Квалах, квалификациях, хотел сказать Квалах, ну, как бы... Ну, как-то можно сказать Все-таки Турнир за слот в про-серию Так, пошли у нас сейчас Здесь возвращают Максушу Ну, и Максуша здесь просто Отдается Кингслейеру Хоть тут и были Миссы Но Миссы Тришком позднее Тем более Кункаст Орен там третьего уровня Замедление Оглушение Ну, и Максуши шансов уйти просто не было Еще один фраг для команды Каманча Сейчас становится 4-8 Преимущество команды Каманча Начинает понемножку дальше Расти вверх Две с половиной тысячи Они почти имеют по золоту в преимуществе Ну, и по экспириенсу почти Две с половиной, да До трех тысяч Наверное, сейчас все-таки графики докапают За счет убийства этого Котла на нижней линии Ну, и пока что Ничего интересного больше нет на карте Фармят у нас ребята с команды Каманча Дефят у нас ребята с команды Каскейт Ну, правда, тут очень хорошо фармят Все-таки у команды Каскейт Лондруид, у которого имеется Топник Форс на карте 11 тысяч А 10 с половиной тысяч Имеется у Траблейда 9 с половиной У нас у Фантом Ассасин Также Которая играет за команду Каманча Тут на нижней линии Выходит у нас сейчас иллюзии Ну, иллюзии, конечно, от Родианца Очень сильно страдают На митном справляется с команды Каманча Шедудем Он уже здесь Бесмастер также позади До Некромикона в третьем уровне Остается еще 30 секунд Кулдаун, так сказать Шкунка уже покупает себе Клаку Есть у него Вин Лэнс Ну, как-то пытается выформить Может быть Глимер Кейп себе купить У Шедудем Но вообще появилась просто линза Для того, чтобы увеличивать, конечно, рейнж Использования их способностей Вот, кстати, Спирит Бира С нападения есть, правда, у него еще Сэвид Шерор Крест пошел Торрент Поднимает Спирит Бира Ну, Спирит Бира Но можно попробовать забрать Правда, здесь Лайт Шадл Сейчас выходит Команда Каскейт Пошел он не слэш Но он не слэш Тоже не очень точный Дальше раскруточки Никого не знаю Хотя нет Бесмастер отправили в таверну При этом свап хп неплохой Пошел от Роблэйда По Джиггернауту Но заходит Медведь Медведь очень много демежа наносит Кианни Спрыгает дальше на Максушу Максушу забрать Крест пошел Но Крестник Здесь справится в таверну Но это ненадолго Так как он вернется За счет того, что у него был Аегис Минус 2 Уже в исполнении Команды Команчи Четверых потеряла Сама Команды Команчи За счет Еще Аегиса Ну, тут если считая Ой-ой-ой-ой-ой Какой хороший Таггер Залетел Все-таки у нас в Фантомке Ну, в итоге Команды Команчи потеряли 5 персонажей За счет Аегиса Потеря Аегиса Так сказать Ну, и Команды Каскейт Потеряли только 3 персонажей Джиггернаута Котла И, конечно же, Мирану Но основной кор персонаж Который сейчас имеет Топовый нитворс Был 11 Сейчас уже 13 Это у нас Лунруид Остался в файте живой И даже особо сильно не пострадал Мишку он, конечно, перепризывал Но это не так уж страшно Перепризыв Это всего лишь кулдаун 120 секунд После которого Лунруид снова сможет Такую штуку провернуть Так что Команды Команчи Нужно Как-то смотреть И контрить этого Лунруида Но чем его цеплять И вообще Как кайтись этого Спиритбиро У которого уже появляется Хипперстоун Есть у него, опять же, Владимир И именно Радиенс БКБ бы, конечно, Команды Команчи не помешала На основных хор персонажах Это Тараблейт Ну, конечно же, какая-нибудь Фантомка Но понятно, что Тараблейт Пока что БКБ собирать не собирается Но вот Фантомке БКБ нужно Яна покупает Северклаб И есть у нее уже Митриалхаммер Если Тараблейт за счет своих статов Все-таки будет вносить То, что выживать На файте Причем есть еще и Сандер Свой ультимейт Который он сможет Быстренько перекачать ХП Из вражеского героя своим Ну и своего вражеского героя А как это было Вот сейчас в прошлом файте С Джиггернаутом Которого после свапа ХП Очень быстро Команды Команчи испепелили Ну и счет 11-8 Да, ну а какой-то Все-таки Такой себе был Себе такая была драка Праймл Рора Я так понимаю Вообще без мастера не было Ну и как-то Не очень подрались Но в основном Все-таки инициация была За командой Каскейт Очень хорошо сыграл Там конечно же был демон Который засейвил Все-таки своего Траблейда Не дал его сразу Как-то завкусить Команди Каскейтом Ну и в итоге Оставил его в живых Ну и тот Очень быстро конечно Убил Джиггернаута После свапа ХП Ну и отправился на базу За счет своего телепорта Джиггернаут Кстати тут поставил Хеллингвард У нас тут Ландроид Идет на верхнюю линию Вместе с Джиггернаутом Ну Эти ребята должны Дальше фармить Пока что По топный Творс У нас идет все равно Ландроид всего 14 тысяч И 400 монет Также сверху 12 600 у нас У Траблейда У команды Команча Ну 11 100 у нас У Фантом Ассасин Да По преимуществу Пока что все Команды Каскейт Ну не сказать прям страдают Они отыгрывают Конечно золото С 3000 уже до 2 Отыграли Ну по экспириенсу С 3000 до 1000 Но игра идет в равную Но вот этого Ландроида Команде Команча Стоит бояться Он очень жирный И его забрать Очень тяжело Команды Команча Имеется здесь На Фантом Ассасин Дезолятор Ну Дезолятор Посмотрите на этого Ландроида У которого армора Сейчас вместе с Плейт Мэйлом Аж Кстати тут Без какого-то бафа А ну опять же Владимир Если с Владимиром То тут получается Итого 31 армор У Спирит Бира 10 И как Даже Дезолятор Особо не помогает Нужно что-то Более серьезное Нужно Очень много Демиджа вносить Опять же Магического Есть конечно корабль Есть торрент Но пока что У нас Кунка Бегает только С 9 уровнем То есть Первым уровнем Ультимейта И этого маловато Наносит он всего лишь Что-то там 400 урона 400 урона Да Потом 500 Потом 600 Ну и кажется Все-таки Какой-нибудь Вейл оф дискер Не помешал бы Опять же Шедлудемон Который носил бы Очень много Магического Демиджа За счет того Что у него Во-первых Усиление урона Способности Уже на 8 Процентов Почти имеется Есть у него Также Линза За счет Ой-ой-ой Пошел неплохой От него Конечно Дезрабшин Прячет себя От стрелы Ну и должен Сюда уходить Очень хорошая Сказать сейчас Реакция Ну поставил Вижен Тут у нас сейчас Есть еще Сентривард Команды Каскейт Сломали они Вижен Команды Команча Ну и в итоге Шедоу демону Вообще повезло Что у нас здесь Остался жив Очень своевременно Ушел Так пошли Мы с иллюзией Сейчас от Шедоу демона Ну правда Здесь Что ставить Здесь Сентриварда Уже нет Так что Кого тут разбивать Просто смотрит Так сказать Разведывает позиции Никого здесь Конечно Команды Каскейт Уже нет Двое героев У нас находятся Здесь во вражеском Ну так сказать В своем лесу Мэншин крипов Забирают тут Нейтралов Мирана вообще бежит На топ у нее появился Кстати уже Огонимки Раз Также появляется У нас сейчас У лундруида Ну и этот лундруид Который имеет Кучу армура Непонятно Как его здесь Даже забирать Фантомки С дезолятором Ну он ей просто Не помогает Минус 7 армура Это вообще Копейки Ничего Да там Может быть и так На счет 11.8 Польском накоманче 25-ая минута игры Ну пока что Графики особо Много не показывают И сейчас золото В преимущеском накоманче И 700 экспириенса Также за ними Заходит Команда каманча На второго для себя Для своей команды Рошана Некромикон На 3 уровне Траблей заходит Ну Рошан здесь Должен забрать Причем Команда каскейт Особо даже не выдвигается Опять же Появился Сеншин Яша Уже на Джиггернауте Давно не видел этого артефакта В основном Какие-то Монта Стайл БФ Блинг Опять же Даггера Монта Стайл И Диффуза появляются Но если Монта Стайл Будет Зачем Сеншин Яша Правда Монта Здесь особо Ничего не спасает Может какое-то Замедление может быть Ну нет Не особо Монта здесь не поможет Сеншин Яша больше даст Конечно же Еще и замедление добавит Для этого Джиггернаута И он сможет Побыстрее разбираться С командой Команча Причем тут у нас Милишных героев много Их аж четыре Но и всего лишь Один Ринжевый герой Это у нас Шедоу Демон Причем Сеншин Яша Тоже неплохо Так статов добавляет Имеется 16 ксили А 16 ксили Это кстати По хп Достаточно 200 100 320 хп Если я правильно Посчитал Можете пересчитать Исправить меня Но Неплохие Статы Но все-таки Дает этому Джиггернауту Которого уже 1540 хп 18 армура Ну и это еще С диффузами Которые у него появились Так что Довольно Неплохо Так Вижна Расставляет пока что Но здесь кунка У него есть Сентривард Будет листать Правда Но здесь можно загулять Тут уже четверо Персонажей команды Каскейт в лесу Заходят Крес пошел Нас по спиритберу Джиггернаут бежит Пошли диффуза У нас здесь сейчас По Чувашу Залетает корабль Пошел Здесь также еще Неплохой корабль Зацепляет Здесь Велхера Наугры маги БКБ Прожимает Чапи Ультимейт Умнислэш Пошел по Бисмастеру Бисмастер опять погибает Стрела залетает По Чувашу Но бздеет Джиггернаут уже разбирается С Шедоу Демоном Перекачка пошла Чапи Каскейт Опять же поднимают Здесь сейчас Джиггернаут Джиггернаута можно забрать Джиггернаут отправлю в Ставерну БКБ Фантомки прожимается Пошла дальше давить На Лондруида А нет Лондруида пока что Здесь отпускают Правда на Максу Врыв В Максу И заберут Ну а Лондруид пытается Здесь опять же дальше жить На ТП Пытается уйти отсюда Чуваш Пошли опять же корни Ну как же так С Эвэш Ророй Просто нужно бежать Фантомки сейчас отсюда Хотя у нее есть Аэкс Залетает стрела Забирают Но здесь сейчас Фантомку Фантомки будут БКБ Через 55 секунд И Лондруида здесь Конечно проблем особых нет Хотя прыгает у нас дальше Фантомка Крит пошел Еще бы один Замедление Что-нибудь еще Какой-то блин Будет ли запрыгнет Убивает здесь Лондруида Ну и надо бежать От Бобрухи У Бобрухи будет стрела Через 2 секунды Причем Саш Торм пошел Прыжок Но стрела залетает Прямо по курсу В эту Фантомку Ну и четверо персонажей Команды Команчей погибли Если опять же считать Аэгис То это минус 5 Ну и команда Каскейт Здесь Погибло кстати 4 Боже даже Я вот не помню Мирана ли погибла Тараблейд погиб Кипер оф зелайт Лондруид Ну ладно Не суть Вроде бы мне кажется Что команда А кстати тут же Дот и ТВ Есть замечательная штука Да Погиб Джиггернаут Погиб котел Тут еще Ну в 4 в 5 Разменялись Если считать Нес Не считая Аэгис То в 4 в 4 И размин получился Довольно таки неплохой Преимущество конечно Остается на том же уровне То есть Графики особо Были так сказать Именно Почти Ну не сказать в нулях Но очень близко к нему Тысяча золота Это не так уж и много По экспериенции Вообще вот графика Раз в нуле И свалились 28 минут прошло 15-13 счет Игра довольно таки равная Файт был прошлый Просто опять же Ну не сказать прям плохой Но он был хороший Но бисмастер Опять же не дал свой Праймал рор Как и в первом файте Который тоже для команды Каманчи не особо удался Именно забрали бисмастера И какой раз у него Тратится умни слэш Просто Джиггернаут Распепеляет этого героя И без шанса Для него вообще Как-то даже не выживает он Так что здесь пока что Непонятно Корабль тратится Кстати в хрипов От кунки Ну кунка зарабатывает Себе золото 11-й левел имеет Тут еще рунная Регенерация есть Ну С не крымиконами Блиндайгером Владимиром Не так уж и плохо Для этого бисмастера Который имеет 11-тысячный творцев Ну почти как у Джиггернаута Так что Вот он Небольшое сейчас Все-таки уравнение В пользу команды Каманчи То что хоть и Лондроид Лидирует на 18-тысяч Нетворс он имеет Которые То остальные команды Остальная команда Не так уж сильно идет впереди Мирана имеет 11-тысяч Вот он вам Хардленером Ну и 12-тысяч У нас имеется у Джиггернаута Когда у Фантомки 14-ти 16-ти 500 у нас у Траблейда Так что Если на это все посмотреть С одной стороны То как бы Ну Фантомка Ферма тебе обистили Там у нее уже будут Совсем другие возможности Опять же Под БКБ Если команда Каскейт Не сможет раскатить Ребята с командой Каманчи Им станет очень тяжело То есть Фантомка Сейчас даже может запрыгнуть Савет Шарова Правда Или действует на Я не помню Савет Шарова Или действует на БКБ Нет И действует Пошел умни слэш По Никсу Никс может погибнуть Правда пошел Здесь еще корабль Действовать Залетает Праймл Урора У нас наконец-то Джиггернаута Джиггернаута забрать При этом Никс Здесь может погибнуть Демон у него имеется Дальше Залетает Ну здесь Фаербласт По ЛТВ ЛТВ Очень сильно Много деможа получает ЛТВ Правда сейвит За счет дизрапшина То-то-то-ё-ё И Шадоу Демон Выживает Здесь конечно ЛТВ Живет Дальше Траблейд Накидывает с руки Пошел Башик Неплохой Задар из Загера Просто у нас От Никсаник Здесь может погибнуть Савшторм погибать Но уже минус 3 В исполнении команды командчик Рез возвращает Но здесь Угрмага Уже труп возвращает И минус 4 В исполнении идейцев И всего лишь одну фантомку Они потеряли Траблейд под метаморфозом Уже который действует Половину времени Отправляется дальше И готов заходить На Т2 вышку Вместе со своей командой Так что Дудем Может еще сделать Дополнительные иллюзии Вот будет ли он еще делать Иллюзии Правда метаморфоз Остается довольно-таки Недолгий Но этого хватит Чтобы сломать Т2 вышку И возможно Ну нет На хайграун Зайти не хватит Тут уже метаморфоз Заканчивается Правда иллюзии прожимаются Ну и метаморфоз сейчас Хотя тут иллюзии до сих пор Действуют метаморфозом Дамеджи неплохо наносят Ну и дефицит Ребята из команды Каскейт Все-таки будут свой хайграунд Но это уже небольшой звоночек Для команды Каскейт Что они драку не смогли выиграть То есть пытались забрать здесь Эту же Фантом Ассасин У нее имеется Вангвард У нее есть Кулбашер У нее есть БКП Дизолятор У нее ХП довольно-таки достаточно Армора тоже имеется Так что Джиггернаус У меня слэша Которая имеется У него третьего уровня Не так уж быстро смог забрать Эту Фантомку Которая в конце концов выжила Ее засейвили Опять же Бисмастер Дал Праймл Рор А на развороте Фантомка Возвращалась в файт Несколько раз И при этом осталось в живых Вот это самое интересное Самое-самое-самое такое Двадцаттысячный Творс У нас имеется уже траблей Но он выходит на первую строчку Да Но если у нас уже Лунрид все-таки В прошлом файте погиб Вот тот Баши Который залетел у нас С Сифлинг Даггера Фантом Ассасин Это конечно было просто Что-то с чем-то Лундруида скорее всего Из-за этого забрали Хотя Ну черт его знает Как файт повернулся бы Если бы вот Когда лундруид уже Пытался убежать вот здесь Вот его бы не зацепило Этот баши Он смог бы убежать Возможно То есть Все равно Заработали фраг На этом лундруиде В итоге графики Сразу же подлетели В пульском анкоманче В пять тысяч по золоту По экспериенсу в две тысячи Вот просто замечательно Просто без слов Появляется вот еще Книжка У нас укунки На левел Опять же на опыт 12 левел у него имеется Корабль второго Есть гем Кстати гем был у нас У фантомки Но Кутка его забрал Выживаемость у него Конечно сейчас Чуть-чуть поменьше Чем у этой фантомки Но опять же Ей нужен тп Чтобы если что Прожать бкб и уйти Если на нее будет Какая-то инициация Опять же в лицу И так далее Чтобы уже как-то Точно подсейвить себя Там только корни Могут скорее всего Пройти по герою в бкб И больше ничего Что фантомки Тп избить не сможет Так Залетает Ну сиди сейчас В спиритбиро Ну и спиритбиро здесь Ну правда спиритбиро здесь Перепризывает А нет Не перепризывает Так убили Спиритбиро Заработали за него еще 300 золота Команда Команчи Как-то Ну а тут Перепризвать не было И тем более Перепризвать мишку У нас лундрид сможет только Через 25 секунд А это для него Потеря фарма Хоть и джаггер Конечно же сам Фармит Но лундрид в этом моменте Сейчас немножко По фарму потеряет Имеется у него 1000 золота Он купил уже что-то себе Мне кажется Что спиритбиро что-то имеет Сейчас через 6 секунд Посмотрим Так на мейт он двигается У нас никс Вместе с мишей Правда здесь колеса крипов Просто бы забирать Ну и Команда Коскей Дальше пока что идти Не собираются Перепризывают Но здесь медведя Медведь кстати что-то имеет Да вот он приобрелся Демонейдж Но это будет МКБ Конечно же на спиритбире Чтобы хоть как-то Эту фантомку пробивать Все-таки ее миссы Это довольно-таки неприятная вещь БКБ Миссы Это вообще что-то с чем-то так Заливается он сейчас Здесь иллюминейт Ну правда не попадает Но здесь по фантомке И фантом касается жить Ну так Аджор 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 Появляется Сутки у нас на бессмастере Да вот приобрел Он себе некромиклон И форстап Блинкдайгер И вот он Владимир У него четвертым артефактом Появился Инициация есть Выживаемость есть Аджор для команды Есть Так что бессмастер Довольно-таки неплохо сыграл В этой игре А тут у нас кстати еще пошел Девардить ворды Ну здесь Никс Рошан появится еще через Ой-ой-ой Тут осталось-то всего ничего 20 или даже Ну да Около 20 секунд Так что Если команда командчи Ввинется на этого Рошана У нас уже кунка бежит Чекать этого Рошана Тут тайминги 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 Вот А вот сейчас 20 секунд Только остается у нас до Рошана Но пока что Рошана нет И надо его чуть-чуть подождать Буквально 10 секунд Никс будет ли оставаться здесь Пока что вставал Снова уходит Ну тут уже команда каскейт В спину дышит Варды ломают Поэтому надо Отсюда все-таки Ретироваться ребятам С командой командчи Если на развороте драться То у нас тут Траблейд Все-таки имеется уже Хипперстоун есть Не ласкали БКБ Ой-ой-ой Залетает башек Неплохой Но здесь сейчас По спиритберу Иллюзии пошли Фандомка пока что стоит Стрела летит Но стрела попадает здесь По Кабанчику Ну кабанчик-каманчик Хоть и золотишка Но не особо много Так Он не слэш Почему-то Каджикеронт не прожал Но опять же Попробует Залетает Но здесь Ой-ой-ой Пошел Кункат на развороте Сзади Может залить корабль Миран Мирана Но погибает ли здесь Траблейд заходит В спину просто Но при этом Бисмастеры уже Испилили Траблейд Начинает наваливать Чапи Пока что живет Чапи проседает Но при этом Очень сильно Также проседает Но здесь сейчас И Джиггернаут Чапи должен Слапить хп Неплохо схватнулся С Огрмагом Глимеркей по нему Прошел Дальше Фантомка Разбирается здесь Уже с тремя персонажами Команды Каскейт Забирает у нас Здесь также еще И Огрмага Ну и кажется У нас Лунруид Также отправляется В таверну Даблкил Совершается здесь Чапи В этом файт Отправляется Сразу же На нижнюю линию Байбэки От команды Каскейт Есть У нас У Мирана Также Байбэк Имеет здесь Лунруид Но С этим Мишком Может сразу Призывать И Огрмаг Также Имеет Байбэк Миран Отправляется На верхнюю линию Дэвид Немножко Подфарман Крипов Но Траблейд В это время Отправляет Иллюзии Крипов Конечно же Пушить Т3 Вышку На нижней линии Ну и правда Он сам уходит Потому что ХП у него немного Всего лишь 900 Маны Вообще Нет 20 секунд У него ТП В кулдауне Так что Нужно отсюда Просто ретироваться Ну и заходить На Рошана Рошан Кстати Сырный И два Рошана До этого Уже были За командой Каманча Это третий Рошан И за него Они тоже Золото Зарабатывают Неплохо Опять же Что ребята Неплохо Вырываются Вперед Зарабатывают Зарабатывают Ну Команда Каскейт Тоже Появляются Артефакты Опять же Миран С своей Линкой Есть Блин Даггером Но Самый Конечно Фармящий Герою Команды Каскейт Это Конечно же Лондруид С его Скорейшим Появлением МКБ Может быть Что-то И Поменяется Но Пока что И огонь В скором Времене Кипероз Лайта Появится И у Джиггернаута Появляется Блин Даггер После Покупки Диффузов Ну Команда Команда Так как Пока что Там Каскейты Пытаются Задефить Свою Базу Опять же Продавить Крипов Немножко Подальше От Базы От Трона Ультимет Кстати у нас Тут опять же От котла Заливает он Элиминейты Куда может Везде Только Куда Захочет Но Заходит Здесь иллюзия Тераблейда Еще Две Иллюзии Сам Тераблейд Ну И метаморфоз Метаморфоз Будет через 11 секунд Вот с метаморфозом Зайти Тут уже И можно То есть Там БКБ Там Яегис Имеется Сыр Кстати у кого Команда Команча Так Уже Т3 вышку Сломали Стрела Полетела Стрела Правда Не точно Ни по кому Не попадает Стрела Будет Следующая Через 8 секунд При этом Уже Бафает Угрима Кажется Своих тиммейтов Залетает Замедление И срывается В Каплайд Причем Его Сами Просто Вернут Ему Ничего Особо Не сделают Возвращают Здесь Никса Ну а Иллюзии Траблейд Начинают Пушить Милишный Барак Правда Тут еще Залетает Конечно же Со счета Аганима Старштормы Сам Сам Миран Так сказать Прожимает Старшторм Так Влетает В драку При этом У него Линка Есть Один Барак Заработали Денег Так Бейсмастер Праймурор Пошел По джаггернауту Грит Еще один Грит Минус Джаггернаут 72 секунды У нас Команда Каскейт Без джаггернаута Причем Байбэка У него Не так же Развалились Здесь Сейчас И котла Дальше Погоня За угармагом Это минус Еще угармаг И трипл Килл Просто Для фантом Ассасин И в трон Идти Команде Команча Конечно же А как же без этого То 27-15 По 3 тысячи Золота Команда Команча Зарабатывает Залетает Ну Кстати Никс Дальше Залетает Ну По команде Каскейт Но Ой Тут еще Стрела Залетает У него есть Айгис У него есть БКБ В скором времени Просто делает Блинк аут Тут у нас Пока что Спиридбир Спиридбир Вот еще Можно забрать А вот Спиридбир Следующий Будет За командой Команча Победа В 1-8 И мы Идем дальше Сказать Слов Про серию Надо зарабатывать С тяжким трудом Как оказалось Через команду Каскейт Прошли А дальше У нас ждет Победитель Параллель Кстати он уже Определился Да Определилась Следующая команда Айр Айр Так сказать Вот Они тоже Тут Довольно таки Много играли На Старладере 20 261 матч 155 побед 21 21 ничья Ну и 85 поражений Так что Тут вот Будет интересно С этой командой Тоже посмотреть матч Но кажется Самый красочный Был все таки С командой Каскейт 38 минут Куча фрагов Куча Опять же Тут вот Просто постоянный график До 30 минуты Только До 30 минуты И только потом Графики как-то Начали расти В пользу команды Команча С вами сегодня До сих пор И на следующих матчах Также останусь я Дмитрий Фланки Ну и команды Команча тоже Сегодня с вами Подписывайтесь на группу Вконтакте Вк.com Слэш Команча Джи Джи И будьте всегда В теме Племени Ну а пока что Небольшой перерыв Скоро вернусь Не отключайтесь Субтитры сделал DimaTorzok